Сделано в Щелковском районе. Неотъемлемой частью экономики является каждое предприятие малого и среднего бизнеса. И, конечно, его продукция должна быть востребована у жителей. За развитием муниципального предпринимательства внимательно наблюдают представители районного совета депутатов. Народные избранники посетили несколько перспективных предприятий. Мы традиционно делаем такие выезды, знакомимся с предприятиями. Где-то мы не только знакомимся с предприятиями, но и видим, как дальше они в развитии, в своем развитии этого есть или нет. Молоко, творог, сметану, сыр и еще много всего полезного производят в ООО «Орловская». Сейчас предприятие восстанавливается после серьезного кризиса. Во время вспышки птичьего гриппа на производстве яиц было уничтожено все поголовье птицы. Сейчас предприятие наращивает выпуск молочной продукции и, конечно, восстанавливает традиционные направления производства. Увеличивается объем производства, переработки молока на нашем молочном заводе. В птицеводстве восстанавливается поголовье. Первая партия 80 тысяч голов уже сидит. В мае месяце у нас будет уже вторая партия еще 80 тысяч. Нам очень понравилась продукция качественная, продукция с небольшим сроком хранения. Это говорит о том, что она практически без консервантов. И, конечно, хотелось бы, чтобы она была доступна жителям Щелковского района. Поэтому это будет одна из тем, которые, я думаю, что мы потом в дальнейшем обсудим с администрацией, каким образом помочь вот здесь, вот этому предприятию выйти на рынок в Щелковском районе. Также депутаты посетили предприятие «Юнитрейд», расположенное в деревне Никифорово. Здесь выпускают металлическую арматуру для мебели. Отметили высокосовременность производственных технологий. Эти линии были созданы в партнерстве с итальянскими разработчиками подобных станков. Они показывают высокую эффективность и позволяют обеспечивать стабильный выпуск продукции и легко наращивать его при увеличении заказов от потенциальных потребителей. Потребителями являются прежде всего фабрики по производству мягкой мебели. Сейчас на производстве в Никифорово работают более 250 сотрудников. Председатель Совета депутатов Надежда Суровцева подчеркнула, что такие предприятия не только обеспечивают рабочие места и востребованную продукцию, но и приносят доход в районы бюджет. Меня очень порадовало, что они на свою площадку, вот эту кластерную, завели достаточно такого хорошего резидента. То есть это компания «Ревал» производства диванов, это серьезная компания, и у них происходит развитие. Ряд предприятий перешли рубеж, такие как «Петролекс», к примеру, были, относились к малому бизнесу, стали относиться к среднему бизнесу, перешли рубеж по численности и по выручке, и по обороту. Так было отмечено, что малый и средний бизнес в Щелковском районе представлен разнообразными и достаточно динамично развивающимися производствами.